Десногорск Маленькие жители Десногорска от рождения до 18 лет находятся под наблюдением узких специалистов и восьми педиатров. Учет и прием детей ведет специализированная поликлиника. Наш город молодой, врачи следят за здоровьем более 5000 маленьких десногорцев. Поэтому персонал детской поликлиники работает в напряженном режиме. А недавно пришлось изменить график приема больных. С 1 декабря прием вечерних вызовов после двух часов. Детская поликлиника прекращена. Больным детям можно сделать вызов скорой помощи. Скорая помощь осуществляет лечебную, консультативную помощь таким детям при необходимости. Можно доставлять к педиатру на прием или на прием в приемный покой стационара. В поликлинике есть прививочный кабинет, где следят за графиком плановых прививок каждого маленького жителя города. Оборудован кабинет АКГ. Очень гордятся врачи поликлиники новым кабинетом ультразвуковой диагностики для исследования сосудов, сердца и мозга. На этом аппарате работают клиники Москвы, Санкт-Петербурга. Большие есть в Смоленске, но единичные, наверное, в областной больнице. Это аппарат последнего поколения. И поэтому он как многопрофильный, многоцелевой. Мы рады, что в городе появился такой аппарат, что можно узнать сосуды ребенка, если выявить, какие заболевания имеются в ранней стадии. На данном аппарате обследуются не только дети города, но и взрослые. Но если уж случилось, что ребенок заболел, первоклассные специалисты детского отделения медсанчасти всегда придут на помощь. Отделение рассчитано на 15 коек. Хотя кровати у нас, конечно, больше. И вместимость деток по необходимости мы можем принять до 25 почти детей. В отделении 10 палат. Детский стационар оснащен физиокабинетом, в котором есть все необходимые аппараты для лечебных процедур. Есть палата интенсивной терапии. Лекарственное обеспечение осуществляется на высочайшем уровне. 22 декабря свой профессиональный праздник отметят энергетики Десногорска. Празднования начались с 15 декабря в Цесони Трино. Праздничным концертом славим вас дающий и тепло, и свет. В зале собрались работники Смоленской АЭС со своими семьями, ветераны и приглашенные гости. От руководства атомной станции поздравил энергетиков города заместитель директора по управлению персоналом Анатолий Терлецкий. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим рациональным праздником. Желаю всем здоровья, удачи, ну и, конечно же, дальнейших рациональных успехов. Творческие коллективы первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС подготовили свои лучшие праздничные номера. В этом году атомной отрасли России исполнилось 70 лет. В честь этой знаменательной даты на Смоленской АЭС был объявлен поэтический конкурс. В этот вечер награждали победителей. В номинации «Есть энергия в наших АЭС» лучшей стала Елена Караваева. В номинации «Как люблю этот город» приз и грамоту получила Александра Нерослова. В номинации «Горжусь и верю атомной судьбе» победителем стал Александр Белкин. В номинации «Как я люблю этот маленький город» приз и грамоту получила Светлана Найденова. А за номинацию «Есть энергия в наших АЭС» наградили Владимира Аксенова. Завершился праздник овациями, фейерверком и конфетти. Программа празднования продолжится 18 декабря торжественным вечером мирного атома свет. В программе концерт «Виас Пачина». Начало в 18.00. Вход только по пригласительным билетам. Завершатся мероприятия праздничным салютом на площади. А сейчас новости культуры. 16 декабря в Нитрино состоялся концерт Смоленского оркестра русских народных инструментов имени Дубровского под управлением заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым Игоря Каждан. Подробности в нашем сюжете. Гастроли музыкантов приурочены ко дню рождения маэстро, чье имя носит оркестр. 10 декабря Виктору Павловичу исполнилось бы 88 лет. Со сцены звучали бессмертные произведения русской и мировой классики. Десногорцы бурными овациями награждали музыкантов. Глава администрации Вячеслав Сидунков поблагодарил гостей за виртуозное исполнение и подарил главному дирижеру на память книгу о Десногорске. «Я поражал. Это, наверное, очень маленькое преуменьшение тех чувств, которые я сегодня испытываю. И я думаю, что и все десногорцы сегодня в зале тоже». После концерта все зрители аплодировали стоя. А в новогодние каникулы у любителей джаза появится возможность насладиться выступлением пианиста-композитора, одного из самых успешных джазменов России Сергея Жилина. Он выступит в Смоленской филармонии 3-4 января. В рамках проекта «Настоящий джаз только в филармонии». На сцене сыграет не только сам музыкант, но и группа фонограф «Джазбенд». Также для смолян выступит участница проекта «Голос дети» Лариса Григорьева. В программе концерта прозвучат лучшие новогодние и рождественские джазовые композиции. Начало в 18.00. А теперь новости спорта. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» стартовал турнир по мини-футболу среди юношей, посвященный Дню Конституции. «Первый день играли юноши 2001-2002 года рождения. Все четыре школы выставили по команде из восьми участников. Соревнования проводятся по правилам мини-футбола с изменениями и дополнениями. Продолжительность игры – два тайма по 12 минут с перерывом 3 минуты. Проведение и судейство осуществляет судейская коллегия физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». Главный судья соревнований – Олег Быков. Сегодня, 17 декабря, соревновались юноши 2003-2004 года рождения. Об итогах турнира мы расскажем в следующем информационном выпуске. А 5 и 6 декабря в Смоленске проходил областной кубок по боксу. В соревнованиях принимали участие пять команд из городов Смоленск, Рослов, Десногорск, Ярцево и Сафонова. Обладателем кубка стала сборная команда «Рословчан». На втором месте смоленские боксеры. Только третье место у спортсменов города Ярцево. 16 декабря в Смоленске в Ледовом дворце состоялся хоккейный матч между Смоленским Славутичем и Новочебоксарским Соколом. Игра собрала 1160 зрителей и болельщиков. Смоляне в первой же атаке открыли счет. Победу одержали смоляне со счетом 5-4. А сегодня, 17 декабря, проведет последний матч Славутич в этом году. Его начало в 19.00. А 19 и 20 декабря в физкультурно-здоровительном комплексе «Десна» состоится Кубок Смоленской области по баскетболу среди мужских команд. 19 декабря в 10.00 – торжественная церемония открытия. Игры начнутся в 11 часов и будут проходить до 9 часов вечера. Продолжатся игры 20 декабря с 10 до 14.00. Завершится мероприятие в 3 часа дня награждением победителей и призеров соревнований. Для того, чтобы собрать долги с населения, «Атомэнергосбыт» проводит в Смоленской области акцию «В Новый год без долгов». В период с 14 по 25 декабря организовано автоинформирование абонентов, которые имеют задолженность за электроэнергию. Напоминать о долге сотрудники предприятия будут по телефону, способы оплаты в кассах «Атомэнергосбыт», посредством интернета и в отделениях почты, а также через терминалы банков. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова